всем привет моя хорошая рада вас всех приветствует на моем канале меня зовут наталья и вы попали на канал простая жизнь германии с натальей прежде всего хотелось бы вас всех поблагодарить за то что смотрите подписывайтесь ставите лайки пишите свои чудесные комментарии а прежде всего я сегодня хотела бы поделиться с вами новостью что мне наконец-то продлили вид на жительство в германии на год несмотря на то что мне тут писали разные комментарии что вы до 22 года не были в украине но так как я как говорится из той можно сказать оккупационной территории нам продлили нам прислали всем именные письма где написано что нам до 4 марта двадцать пятого года и прогнать эти делали продление вид на жительство с этим видом на жительство мои дорогие украинцы и хотела бы вас предупредить что надо обязательно отнести в джоп-центре сейчас идет массово рассылаются на дом эти письма поэтому вы их получаете автоматически но надо все отнести в джоп-центр и написать заявление на продление денежного пособия все вы знаете мои дорогие что я была в берлине я вам сейчас показываю берлин цель этой поездки прежде всего конечно было увидеть этот красивейший город с его интересной архитектурой ну и конечно же встретиться с моими дорогими друзьями с моей дорогой кумой я ее очень люблю анечка мы с ней не видели четыре с половиной года дело в том что мы все мариупольские и моя кума очень страшно все это переживала она находилась городе и вот сейчас вы видите как мы с ней встретились нас чисто случайно мои знакомые сфотографировали вот мы на митинге они очень конечно мы все устали но слава богу мы прекрасно чувствовали себя встретились общались такой встречи знаете давно не было мы плакали мы вспоминали свою жизнь что четыре с половиной года я скитаюсь моя семья тоже мы сейчас остались без жилья вот все вы знаете что конечно мариупольцы очень сильно пострадали не только солдаты которые находились за силу азов но также очень сильно страшно пострадал город люди были как мыши в мышеловке все вы знаете что город взяли в кольцо и люди не могли не выехать не что вообще вот понимаете связи не было ничего не было то есть людям люди еле выживали пойти за водой это было ну можно было просто не вернуться просто не вернуться и когда это вся трагедия происходила связи не было просто не знали что друг с другом происходит что с близкими что с родными что с родителями узнавалось все из каких-то фильмов каких-то маленьких репортажа все знаете что мы на моем канале я вела поиск людей не одних там единицы блогеров мариупольских которые что-то показывали все остальные потом уже начали показывать как там все строится отстраивается а то что люди потеряли жилье и что этот бардак происходит об этом никто не говорит никто о том что погибла в одном только мариуполе ребята вы только вдумайтесь в эту цифру больше ста тысяч людей простых мирных жителей город на минуточку был полумиллионным больше полумиллиона граждан и никто сейчас об этом не говорит понимаете почему никто не поднимает этот вопрос только украинцы говорят о том что это наши мариупольцы остальные многие в украине даже не знают какова была жертва мариуполя понимаете какой ужас перенесли людям сейчас даже очень много еще людей лежит извините я даже боюсь об этом говорить люди еще находятся там где-то между домами их никто не достает вы понимаете что происходит это очень все печально ой поэтому ребята я хочу сказать что мариупольцы это герои герои каждый в отдельности каждый человек который это пережил вы не представляете что там происходило это было это был ужас извините конечно что отвлеклась вот это все но я не могу я просто знаете уже не могу молчать об этом поэтому на своем канале я вам показываю рассказываю о простых вещах то что люди простые живут они картинку о красивой жизни о ресторанах а вот это понимаете о том что там любят смотреть этот гламур это вот эти все ну как говорится знаете вот этот то что сейчас любят людям как говорится показывать сейчас на данный момент я вам показываю те продукты и продукты которые нам выдают в германии на тафели тафель это такая организация для нуждающихся поэтому вот так сегодня хотелось вам показать рассказать немножечко как говорится получилось солянка сборная я давно не выходила тоже в эфир надо чаще выходить но что хочу сказать очень много конечно людей которые смотрят мои шорты сейчас им очень нравится но хочу сказать скорее всего будет скоро созданная ну может какое-то время пройдет может не совсем скоро новый канал я перейду будет один канал про германию второй канал будет видео шорты о старых фильмах я еще подумаю как это все сделать потому что за как говорится как говорится недавно канал не сильно рос сейчас уже слава богу пошел канал в рост я вам всем признательно сейчас я вас тоже вас вожу по магазину показывают какие цены в германии это продукты обратите внимание все конечно в евро не в долларах это германия это евросоюз но хочу сказать что люди работающие могут себе позволить покупать покупать то что они хотят кушать да может быть что-то лучшего качества что-то хуже но поверьте в германии она все все неплохого качества все хорошее то есть есть биопродукты немножко дороже есть обычные продукты вот биомолоко данный момент вы смотрите поэтому дорогие мои спасибо что как говорится смотрите меня я и дальше вам буду долго чего рассказывать и показывать что происходит у нас жизни мои дорогие украинцы я рада что многие из вас сейчас находятся здесь что вы живы что многие из вас вы со своими семьями детьми это самое это самое лучшее что сейчас у нас есть что мы можем быть все вместе со своей семьей конечно многие у многих мужья остались в украине и многие сейчас тут в основном мамочки с детками я мои дорогие вам желаю всем добра мира чтобы этот ужас наконец закончилась эта война чтобы все встала на свои места чтоб как говорится то откуда это горе пришло оно ушло как я вам недавно показывала как я ходила к могиле советского солдата и я плакала и просила и было мне такое откровение что должно это скоро закончится я конечно человек верующий я в это верю не знаю я надеюсь что наконец-то это все закончится что наконец-то украинцы начнут возвращаться к себе домой в свои семьи в свои дома у кого остались дома у меня к сожалению квартиры не осталось я об этом постоянно говорю это очень печально и мама моя также без жилья живет сейчас полуразрушенном доме моего мужа так что все вот так вот и так живут ребята сейчас очень многие украинцы особенно с восточной украины это вот харьковчане салтовки потом то вот мариупольские это вообще отдельная история про них как-нибудь еще сниму и расскажу вот такой ребята сегодня обзор вам кажется солянка сборная но я была рада вас всех видеть всем всем пока чус чус мои хорошие